Добрый день! У вас должен пройти инструктаж по пожарной безопасности. Его проведу я, специалист по пожарной безопасности учебного центра ТАКИР Александр Плешаков. Необходимость инструктажа обусловлена как требованиями законодательства, так и его содержанием. Данный инструктаж даст вам понимание, как работает пожарная безопасность и что надо делать при пожаре. Зачастую именно от ваших действий зависит то, будьте живы, здоровы вы, а также те, кто находится рядом с вами. Сам инструктаж состоит из четырех блоков. Темы блоков представлены на данном слайде. Каждый блок содержит информацию по теме и ряд контрольных вопросов. Будьте внимательны, ответы на контрольные вопросы будут проверяться. В конце инструктажа вы должны расписаться в журнале учета против пожарных инструктажей. После этого будет считаться, что с мерами пожарной безопасности, действующими в организации, вы ознакомлены. Блок номер один. В этом блоке мы рассмотрим общую информацию о пожарах, причины пожаров, какие повреждения получает человек на пожаре, а также рассмотрим ответственность за нарушение пожарной безопасности. Согласно действующему законодательству, инструктажи пожарной безопасности должны проходить минимум один раз в год. Казалось бы, зачем так часто? Ответ на этот вопрос – многочисленных видео очевидцев пожаров, которые можно найти в интернете. Мы не покажем эти видео на инструктаже, но рекомендуем все же найти их, например, по запросу «Сбербанк. Пожар. Владивосток» и внимательно их посмотреть. Все это даст понимание, как может быть опасен пожар. Пожар – это основной непосредственный риск для здоровья и жизни человека, находящегося в здании. Когда случается пожар, человек должен думать не о своих должностных рутинных обязанностях. Он должен думать о том, как быстро и правильно отреагировать на это ЧП. Приведем немного статистики. Пожаров в России происходит очень много. По статистике МЧС в 2017 году случилось более 133 тысяч пожаров. Подавляющее большинство из них – почти три четверти – это пожары в жилом секторе. То есть большинство пожаров – это пожары в квартирах, домах, на дачах и так далее. Хотя МЧС проверяет организации чаще, чем жилой сектор, самих пожаров здесь все-таки меньше. Однако именно организациям от пожаров наносится самый большой ущерб, если выражать его деньгами. Административные здания, склады производства, торговые центры, детские садики – горит все. Цифры по 2017 году можно увидеть на экране. Большое количество пожаров случилось и на транспорте, в том числе с человеческими жертвами. Вообще, в 2017 году в России погибло почти 8 тысяч человек, травмированные более трех тысяч. Это очень много. Если смотреть в относительных цифрах, то каждый день от огня погибает примерно один ребенок. К сожалению, у нашей страны несомненно лидерство по количеству погибших на 100 тысяч человек населения. В России погибает людей на порядок больше, чем, например, в США или в Германии. О чем это говорит? Только о том, что россияне не умеют правильно действовать при пожаре. Лучший способ победить какую-то беду – это устранить ее причину. Какие же есть причины у пожаров? Их можно условно разделить на три группы. Первая группа – это неосторожное обращение с огнем. Почти половина пожаров происходит по вине лиц, безответственно относящихся к открытому огню. Здесь непогашенные сигареты, брошенные в угол, инциденты с воспламенением при приготовлении еды и шалости детей. Что же можно сделать, чтобы избежать такого пожара? Все на поверхности. Убирать огнеопасные предметы после их использования. Поговорить с детьми о том, как страшен огонь и что нужно делать, если пожар все-таки случился. И конечно же, в первую очередь, надо требовать быть осторожными от самих себя. Причина второй группы пожаров – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов. Здесь и остальные розетки после ухода из дома зарядное устройство. Плохая проводка, выполненная вообще без проекта или с его нарушением. Ботовые приборы, десяток которых мы включаем в один и тот же удлинитель, даже не задумываясь об опасности. Провода греются, происходит короткое замыкание и, как итог, воспламенение. Также в эту группу попадает нарушение пожарной безопасности при производстве пожароопасных работ. С отсутствием нормального контроля за площадкой, на которой эти работы производятся, до, во время и после самих работ. Как с этим бороться? Согласовуйте установку нового оборудования с ответственными лицами. Они помогут подобрать вам правильное решение. Периодически проверять исправность и работу электрооборудования, в том числе с помощью квалифицированного персонала. Не оставлять включенные электроприборы перед уходом из дома или с работы. Все отключать, кроме оборудования, предназначенного для круглосуточного использования, согласно его документации. К третьей группе пожаров можно отнести все остальное. Поджоги, неисправности печного отопления, взрывы и так далее. Анализируя все три группы, можно легко увидеть, что практически всегда в пожаре виноват сам человек. Человек не подумал, не проверил, понадеялся. Помните, причина пожара всегда анализируется, изучается. И при наличии пострадавших пожар даже может запустить процесс изменения законодательства, как в области пожарной безопасности, так и в смежных областях. Российское законодательство в области пожарной безопасности включает в себя как вопрос невыполнения нормативных требований, то есть до самого факта пожара, так и вопросы, возникающие после пожара. Если до пожара закон наказывают за нарушение в основном штрафами на юрлицо или официальных лиц организации и очень редко физические лица, то при наличии пострадавших работает также и уголовный кодекс, по которому отвечают уже только физические лица, лично своим действиям или бездействиям, способствующие пожару. По юрлицам штрафы начинаются от 150 тысяч рублей и вплоть до приостановки деятельности организации на срок до 90 дней, до устранения нарушений. По официальным лицам организации штраф от 6 тысяч рублей. Также для официальных лиц организации существует такое понятие – дисквалификация. По физическим лицам штраф от 2 тысяч рублей. Уголовный кодекс дает сроки от 3 лет. В условиях особого противопожарного режима наказания могут увеличиваться кратно. Человек при пожаре нередко получает повреждения, которые сильно ограничивают его возможности в дальнейшем. Рассмотрим основные виды поражений при пожаре. Первое и самое распространенное – это поражение органов дыхания. Проходя через задымленные помещения и коридоры, человек вдыхает дым. Порой достаточно 3-4 вдохов черного дыма, выделяющихся, например, при горении силовых проводов, и человек теряет сознание, оставаясь лежать в зоне распространения огня и дыма, опасных факторов пожара. Даже если он сам самостоятельно покинул здание, по факту он может уйти на инвалидность, просто надышавшись внутри. Угарный газ и иные вещества, выделяющиеся при горении, при вдыхании меняют химический состав крови, что приводит к повреждениям, вплоть до летальных. Второй вид повреждений – это ожоги. Повреждения ткани организма под воздействием высокой температуры при непосредственном контакте с огнем. Сам человек почти не горит, кожа у него плавится. Горит обычно то, что на нем надето. При высоких процентах поражения поверхности тела, человек зачастую дальше может жить только с помощью специальных обезболивающих средств и потратить много усилий на проведение пластических операций, результат которых будет далек от того, что было до пожара. Третий вид поражений при пожаре – различные виды травмы. Человек надышался дымом, упал с высоты своего роста, ударился головой – черепно-мозговая травма. На человека упал отгоревший балк перекрытия – то же самое. Такой вид поражений характерен, например, для пожарных, которые для спасения людей заходят в уже горящие здания, готовые обрушиться в любой момент. Избежать или хотя бы свести к минимуму вышеперечисленные виды поражений позволяет правильно организованная эвакуация. Одним из главных принципов в действиях при пожаре должен быть принцип защиты времени. Чем быстрее будет обнаружен очаг возгорания, чем быстрее начнутся мероприятия по его ликвидации, чем быстрее пройдет спасение людей, тем меньше будет ущерб от случившегося. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...